ребят всем привет это начало моих первых покатушек сейчас мы с вами одеваемся вот уже одел мотоботы штаны и выходим катать да эти долгожданные наконец-то покатушки поедем поеду не один поеду с ребятами жене с ксюшей сначала просто им же не доем до кронштадта нам ксюша освободит с работы поедем с ней ладно сейчас одеваю выходим ребята вот я уже на мотоцикле надеюсь мне слышно хорошо я купил микрофон с ним него под подарил папа спасибо те если кто первый раз заходит на мой канал я катаю на honda cber 600 f4 2003 года выход стоковый ничего как бы не сделано все на стоке сейчас немного прогреемся поедем до моста александра несколько там выскочим на набережную потом встретимся там же ней поедем до кронштадта потом 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 заберем ксюшу с работы и поедем катать дальше вот это сашкина f4 это серьезные вот я кстати мог взять и расистую но на мой бюджет не укладывалось это вот ромин и кто заходил мой контакт или instagram вил фотки колосаки у него вот это тоже сережина rr к 2001 года на убитое мясо так что там у нас так давайте выйдем так поправим зеркала сейчас так все сейчас у нас давайте обнулим пробег кстати что все днем средства к прокатали вчера я проехал 270 км в 5 часов вечера погнали ребят я волнуюсь это мои первые покатушки поддержите меня пожалуйста лайком надеюсь вам понравится так смотрим нет ли машин ну давай ёмана пошла в зубу не ребята я конечно наваливать не буду но нормально так нормально 110 дали кто кстати не знает я катаюсь без прав теста и школьник не 16 лет мотоцикл на номерах все оформлено конечно на папу между ряде их люблю от янка блять так на на поворачивать направо давай дед д так смотрим нет ли машин нормально проходим ребят сейчас на улице наверное градусов 25 жара есть в кожаном костюме как ранее я упоминал видео в своих логах у меня полностью обвес дайнесс короче жарковато немного сейчас температура у нас мотоцикла 68 градусов рабочего температура градусов 86-90 на данный момент я нахожусь на ладожской сейчас короче поеду до следующего включения ребят вот уже подъезжаем к мосту александра невского там нам надо будет немного проехать по набережной рельсы ненавижу рельсы чтоб подъехать к жене Женя кстати катается на фонде 954 rr и fireblade 2004 вроде года мой 2003 у него 2004 но он брал его до кризиса так что ему повезло а я взял мотоцикл прямо вот в эту пару когда курс скакал как сволочь так так тут не надо идти направо блин ментов в питере просто дофига хотя мотобата только на открытии их видел в работе его ни разу и не видел хотя у мамы и знакомы мотобат говорить типа едет часто но что то я его не наблюдаю точнее их блин ребят реально жарко я сейчас сварюсь в этом костюме тут тупо рек нейтралочка фух моя детка моя красавица люблю тебя мотобратия мотобратия сидела ребят кстати кто задумывается на покупку мотоцикла и не решается кто к этому хочет подойти с умом советую брать потому что это реально кайф вот прям кайф кайф вот вы не получите пошли цитатки кайфу как от мотоцикла я думаю вы больше ни от чего не получите ну и стрелочка только новичкам не советую брать сразу 6 сотки или литры тем более как вам известно я вообще начинал с ёбрика начинал я со скутуров но первым мотоцикл это был Yamaha EBR 125 не знаю я накопил на него сам мне конечно не помогал же папа ну блин я был счастлив вообще как слон за первое время нормально он мне был в 14 лет был уже постарше там в 18 советую брать фонду с тебе 400 или бандит но бандит разваливается а мне так фонда это один из самых полезных мотоциклов вообще в мире в общем то почему я склонился к варианту ой с поворотником еду почему я склонился к варианту теперь был вариант взять R6 вот серьезную которую я показывал но мне сказали что там будет проблема с надежителем цепи так же я рассматривал джиксер 600 или 750 K7 K8 что то в этом роде говорят джиксеры толстый нет конечно это хороший мотоцикл но хонда это надежный при этом она варит можно сравнить Хонду и Yamaha Хонда это любящая жена и Yamaha это ну не проститутка это это любовница такая жесткая любовница а с Хондой все так комфортно но при этом она может тебе дать выжать ручку газа до отказа и ты получишь то самое удовольствие что и на Yamaha Yamaha просто намного жестче а конда мягенькая даже вот если сравнить R6 и вот мою себе R604i ну R6 намного жестче ну R6 намного жестче ну каждому сою правильно? правильно между ряди и между ряди как же я люблю тебя я мандео сука еть камаз не надо меня давить ради Христа так а мы вот так вот ну ёбаный ой не материмся с деньгами пожалуйста изменился красавчик так так вам наверно после восхитительных в час меня вообще не слышно да? так блин в центре не люблю есть машина как грязь думаю что я скоро выехать на трек так просто закладывать потренироваться просто все таки более-менее на серьезном мотоцикле это первый мой сезон и конечно же я хочу провести его с вами мои дорогие подписчики так где-то нам надо найти мойку а мойка у нас дальше правильно? правильно светофор не работает а у них что главное что ли? походу главное или что происходит? я не понимаю боже пожалуйста все едут я тоже еду что это не жековый? что может быть лучше набережной Питера? конечно ночная получше но не суть так вон то автомойка так не надо держаться правее кстати что касается Жени Женя вот прямо от души пацан научил меня контур рулению рассказал о правилах десяти долларов красавчик Жек посмотришь? лайк тебе Жека! вчера кстати ездил к ним на дачу покатались на кораблике наверное это ставлю во влог так он Жек там стоит мне надо направо только как мне туда залезть а? а? стоп что за? хуйня какая-то ладно погодьте так если мы сделаем так вот все все тут и Женя тут мужик какой-то голый здорова что видеоблогер что ли? да я видеоблогер здорова с подписчиками привет подписчики хаха ладно сейчас разберем что будем делать потом включусь ребят вот уже с Жени едем на работу тут его девушка посовместительство моя подруга вот его красотка вот так лучше видно да? правильно кто молодец? я молодец Жек стоит выпуск его хорошо слышно особенно когда едем по набережной и проезжаем под арками он все время да здесь не фигачит я тоже там что-то сзади пытаюсь но но это дверь так вот мудака спадфайнер если ты посмотришь это видео номер о 940 КР смирил регион ты мудак определенно не что жени можно смотреть давайте аааааааааааау СЛОФОВА я первый раз konta мы поехали на Кубочкой улице а не дорога по Страрецу такая длинная хороший с буротами я первый раз вальнул 250 Блин, запикируйте опять. Ребята, моя звук лузыки. Я даже поправил за разнос дыни с этого бокса. И чуть, чесав на всё можно. Всего, когда ты ешь, у тебя начинает чесаться нос. Это как я вчера хотел нос бы чесать, а скоростью движения есть, что на этот час у меня рука чесает. Вот мои звук лузыки. Видите, у звуки бедные поворотники хотя бы видно. У меня вообще их невинно, как говорили. Собаку не ведёт, надо заказать. Они стоят там по-финец ещё рублей. Алло, ёжи! Обратите! Сейчас, когда я катаюсь с Женей, я реально спокоен. Потому что он опытный водитель. Сейчас даже интересно. Жень, какой ты сезон катаешь? Пятый? Пятый сезон. Вон мусора. Будь они неладные. Кто не любит мусоров, лайк. Кстати, когда я буду снимать обзор на этот мотоцикл, возможно, Женя мне будет помогать, потому что они чувствуют профессиональные фотографы. Кто хочет обратиться к нему, оставлю ссылки в описании. Это не реклама. Мне за это ничего не платили. Я вам наоборот скажу, потому что они берут недорого и реально делают качественный контент. Жень! Женя! Я оставлю ваши ссылки в описании на фотографов, да? Ееееее! Ладно, ребят, тут будем пухлить, неинтересно, там Том будет снимать. Так, ребят, мы вот приехали Жене во двор. Сейчас будем обслуживать ему цепь. Он мажор, с подкатами он. С щеточкой, с пульверизатором, с растворителем. Вайт-спирит сидела. Начинать. А, начинай, да? Что, у меня опять что ли? Не-не-не, погоди. Опять запускать? Так, да, ребят, сначала надо смочить цепь вайт-спирит, чтобы старая смазка спала. Всякие кайкашки отвалились. Ну все-все, молодец. Чисто. Теперь надо подождать пять минут, там типа... Ну мы до этого смазали. У нее даже щеточка специальная. Промыли. У кого нет щетки, просто берете старую мамину щетку для зубов и дрочитесь. А Женя Мажор купил щетку за 150 рубасов. Обрабатывает. Да, только Мажоры, короче, еще ту звездочку моют, но я... Да-да, еще Мажоры, короче, специальную штуку такую покупают, привязывают и заводят мотоцикл, а она сама моет. Да-да-да. Ну мы питерские Мажоры. Это не Москва. Потом опять надо, давайте перейдем. Да, ну типа щеткой-то мы там вымутили. Ну да. Теперь надо, чтобы все скатить. А ты что, не стуклые под ножки? Не, не стуклые. А это для чего, когда сильно закладываешь или что? Это, короче, слайдеры и для особенных подкатов. Ну у тебя тоже особенный подкат. Ну не знаю, у меня какой-то универсальный. В смысле он говорит? Да, особенный. Универсальный. Ребят, спецзаказ был. Колесики никак у всех не красные, у нас рыжие. Вот теперь надо взять тряпочку чистую. Вот берем чистую тряпочку. Идеально. Идеально чистая тряпочка, как у питерских моторов. Да. И убираем излишки white spirit'а с цепи. Чтоб новая смазка не сошла так же, как и старая. По чуть-чуть, что там, фермы это или это герметик? Ну это типа на пластике такая тема. У тебя здесь золотая, да? Не знаю. Мне как-то не выяснял этот момент. Короче, цепь у него хорошая. А, блин, надо как-то еще показать, как цепь должна после смывки выглядеть. Блин. Наверное, вот на завезде легче показать, да? Не, тут просто они вот, короче, прокручиваются должны. На цепи не показать. Ну словами говори. Блин. Ну, показывай. Вот это фигня. Ролики. Ролики. Они должны крутиться. Вот, если вот там в свободном ходу их посмотреть, вот-вот-вот тут, да, они должны ходить. Спокойненько так вот. Да. А у меня там все окислилось и не ходит, потому что я смазывал цепь смазкой для велосипедов. Когда мы съездили в Кронштадт, я думал, он 250. У меня здесь смазка осталась вот тут, вот на номере. У тебя тоже немного, кстати, есть. Коля. Больше подписчиков на канал. Уже неумелой рукой. С, как называется, стрекерой смазкой. Покажи, чем смазываешь. Матюль, все четыре, все дела. Ну, она там, это, тоже мажорная. Да, типа, ну, 300 километров в час не слетает. До кризиса. Сейчас 1700 стоит. 1700? Вот мне уже на третий сезон вот ее хватает. Каждые 500 километров смазываю. Я в шоке. Расскажи, как надо правильно смазывать по замочкам, правильно, да? Да. Ты куда драгоценный материал? Да, там материал. И слегка нажимая на пулевизатор, тихонечко крутя колесико, смазываем только те ролики, которые мы вам показывали в прошлый раз. Чтобы ты замочки еще не смазываешь? Че? Замочки не смазываешь? Нет, зачем, не надо. Только вот эту фигню. А там уже все потом пойдет, куда надо. А я замочки смазываю. Там, где цепь соединена? Типа, да? Это эта машина? Да, да. У меня вот эти соединения, где резиночки, я слышал то, что вот тут тебе надо смазывать. Вот там вот внутри она расходится потом. Это же C4, ты понимал. Она там для каких-то шарнирных цепей там. Вот эти, да? Да, да, да. Тут не надо. Оно потом белое будет, да? Не, не будет. Это C4, ты чего? Ну все. Блин, звук до и звук после меня не заценили. Ну короче, ребят, до этого она шуршала, а сейчас все идеально работает. А вот то, что есть характерный звук, это она вот тут по специальной резиночке. А тут идеально работает. Нет, конечно, немного звук есть, но он и должен присутствовать. Если его не будет, то цепи не будет висеть. Все, теперь твоя очередь. Ну что, мы тоже смажем? Да, а что делать? Ребят, я сейчас наварюсь на смазке. Так. Ну короче, мы вам показали, как смазывать один мотоцикл. У меня все будет происходить точно так же, так что я не вижу смысла снимать повторно. Так что сейчас смажем мой. Ребят, вот уже обслужили два мотоцикла. Сейчас поедем, Ксюша с работы заберем, потом даем до старой деревни. Мне там сделают цепь, точнее ее натянут. И куда потом поедем, в Кронстад, да? Да. Потом поедем, в Кронстад. И вот, в Кронстад! Добро пожаловать в наш канал! Ребята, находимся в мото-отелье, сейчас не будем натягивать цепь, потому что балтик. Посмотрите, как растянулся. Короче, так и не должно быть. Короче, красота. Да, это не мой двор. Да-да-да. Ладно, тоже нормально. Не надо забывать, откуда вылезли. Правильно? Ладно, сейчас починят и поедем. Покушаем. Покушаем, да. Будем снимать, как мы кушаем. Еееее. А, еще как их кормим, тоже надо будет заснять. Или ты уже снимал? Я плакать буду на камеру. Не надо. Так, ребят, начинается процесс. Сейчас мотоцикл ставим на подкат. Надеюсь, в этот раз мне разрешат сделать монетизацию видео и не забанят меня. Монетизация? Да, мне просто раз... Все, что там не будет музыки никакой. А, я вот про музыку говорю. А за что у тебя в прошлый раз монетизацию выглядели? Я в такси ехал, блядь, и там музыка играла. А, ну так... Я так, блядь... Так, давайте я вам его поближе сниму. Это погрешности некоторые. Так мы что, в Мак пойдем или куда? В Мак Дональд. Так, ребят, надо ослабить, получается, две гайки. И потом натянуть вот эти штучки с двух сторон обязательно. Вот эти вот. Так, ребят, надо вот смотреть по этим рискам, как натягивать. С одной и с другой стороны. И все, да, потом прозатягиваешься, да? Да. Так, ребят, вот вам экспресс-видео, как быстро натянуть цепь. И немного длинненько в конец. Ладно, еще Ксюс. Вот, смотри. Умеет работать на камеру, честное слово. А то. Баба, ебт. 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 Тут мама ее научила. Ебт. Ебт. Т elimination. Баба, ебт. 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 Ладно, NGOs. Ебт. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...